Всем привет! Сегодня я проведу обзор уже 34 выпуска Моя коллекция Деньги Мира Получили журнал, монету сюрприз, купюру и монету Давайте рассмотрим все поближе Начнем с журнала На обложке журнала мы с вами видим, что на сегодняшний день мы получили Это у нас 50 кьянтов Мьянма и 1 цент острова Кайман Смотрите, друзья, получили в этом выпуске листовочку для банкнот Вот такую для альбома Отлично Ну и здесь у нас идет стандартная информация о странах, откуда мы все получаем Здесь описываются 10 фактов про Мьянму Так, посмотрите, друзья Каждый житель Мьянмы в среднем съедает 850 граммов риса в день За год накапливается 306 килограммов на каждого жителя страны Это абсолютный мировой рекорд потребления продукта Столько риса не едят больше нигде в мире Вот это да Посмотрите, какие интересные куклы выполнены в национальных каких-то костюмах Друзья, интересно посмотрите Дальше смотрим, что у нас есть На этой страничке, друзья, показываются банкноты Республики Союза Мьянма Вот так они выглядят Посмотрите, какие у них бывают Интересные такие все купюры И заметьте, во всех купюрах изображен какой-то, по-моему, то ли дракон Какое-то мифическое животное Вот это самая главная страничка для нас с вами Здесь у нас идет информация о купюре, которую мы рассмотрим сегодня А вот здесь о монете Ух ты, какая птичка здесь у нас изображена И эта же птичка будет на монете Здорово! Ну и так далее Здесь, конечно, очень много фактов интересных Останавливаться мы на этом не будем На последней страничке мы с вами видим, что получим уже в 35 выпуске Это будет у нас вот такая купюра 20 еменских реалов и монеты Вот они, 5 полонов Коста-Рика И плюс дополнительно будет лист для монет Вот это хорошо, что будет, а то уже там для монет мест нету Начнем с самого интересного Рассмотрим сначала купюру Посмотрите, друзья, какая красивая купюра В идеальном качестве просто Вот новая просто купюра Как будто ее только-только пропечатали Посмотрите, какая красивая Интересное такое вот здесь вот у нас Животное такое мифическое Это у нас 50 кятов Республики Союз Мьянма Размер 146 на 75 миллиметров Год выпуска 1994 Ну, давайте рассмотрим теперь поподробнее, что у нас здесь изображено Сверху идет вот такая надпись Посмотрите, как интересно написано Такие буквы интересные Это у нас надпись на бирманском языке Центральный банк Мьянмы А вот это, друзья, то самое мифическое существо Чиньте Мифическое существо Холу-Лев-Холу-Дракон Один из символов Мьянмы Вот так вот Мифическое существо Чиньте Это смесь льва и дракона Является одним из символов Мьянмы Чиньте можно увидеть на государственном гербе В виде статуи у многих храмов И почти на всех деньгах Мьянмы Лев Чиньте смелый, сильный и непобедимый Жители Бирмы издавна считали его великолепным защитником и охранником Он совмещает в себе лучшие качества зверей и мифического дракона С древних времен бирманцы ставили каменных Чиньте у входа в храмы Во время Второй мировой войны Чиньте стал символом борьбы с японскими оккупантами Ну и так далее Очень интересно, конечно, это все После войны образ Чиньте как смелого и сильного зверя Еще больше утвердился у жителей страны Именно поэтому его изображение решили разместить на большинстве банкнот Мьянмы Льву Чиньте можно доверить самое ценное И деньги, естественно, входят в этот список Вот такая небольшая история, друзья, об этом мифическом существе Очень интересно, конечно, но мы идем дальше По середине мы с вами видим вот такую надпись Это у нас номинал прописью на бирманском языке А вот с этой стороны, внизу, видим номинал бирманскими цифрами Вот так вот, смотрите, это у нас цифра 50 У них вот так пишет Интересно Вот еще с этой стороны А вот здесь сверху мы видим цифровое обозначение номинала 50 Уже на знакомом, так сказать, цифровом обозначении И вот здесь вот мы с вами видим серийный номер Это у нас была лицевая сторона Давайте теперь посмотрим оборотную сторону Тоже очень интересно сделано Посмотрите, что у нас здесь интересного, друзья Сверху идет также надпись Центральный банк Мьянмы написано А вот здесь вот, друзья, гончар, делающий глиняную посуду Снизу идет номинал прописью на английском языке 50 кьятов И вот здесь вот сверху мы с вами видим И вот здесь вот снизу цифровое обозначение номинала 50 А вот здесь вот снизу мы видим цифровое обозначение бирманскими цифрами Вот такая интересная купюра, друзья Это у нас 50 кьятов Республики Союза Мьянмы Давайте теперь посмотрим водяной знак Вот он здесь виднеется у нас Давайте перевернем Посмотрим с этой стороны Вот, посмотрите, друзья Вот здесь мы видим водяной знак Это у нас изображен Чинте Немножко плохо виден А вот так получше видно Вот он, водяной знак Хорошая купюра Мне очень понравилась Понравилась история об животном вот этом мифическом Да и вообще интересно, конечно, узнавать таким образом Какие-то интересные моменты других стран Теперь давайте рассмотрим монету, которую мы получили на сегодня Вот такую монету мы получили Посмотрите, какая красивая монета Это у нас 1 цент островов Кайман Год выпуска 1996 Форма круг Материал сталь, блокированная медью Вес 2,55 грамма Диаметр 17 мм Толщина 1,65 мм Гурт гладкий Это у нас сторона Аверса Здесь мы с вами видим портрет королевы Елизаветы II И надпись Острова Кайман Также идет надпись вот с этой стороны Елизавета II написана И снизу мы с вами видим год выпуска 1996 Современная монета номиналом 1 цент Визуально похожа на самую первую выпущенную в 1972 году монету Но за время существования она претерпела несколько важных изменений Самый первый цент островов Кайман был выполнен из бронзы Именно имел вес 2,85 грамма и диаметр 17 мм На Аверсе находился портрет Елизаветы II Работа Арнольда Мачина Говорят, что именно это изображение является любимым у самой королевы Великобритании В 1985 году в Англии стали чеканить монеты с новым портретом Елизаветы II Разработанным Рафаэлем Дэвидом Маклоффом В 1992 году было решено заменить материал монеты С того момента она выпускается и стала с медным покрытием и весом 2,55 грамма С 1999 года на монетах размещен портрет Елизаветы II Который выполнил дизайнер Ян Рэнг Бродли В Англии с 2015 года используется уже другой пятый тип королевского портрета Но на островах Кайман обновлять дизайн Аверса монет пока не спешат Вот такая интересная история Давайте теперь посмотрим в сторону реверса монеты Ух ты, какая она красивая! Посмотрите, друзья, здесь у нас изображена птичка Это у нас большой кайманский дрозд И также видим цифровое обозначение номинала единичка Очень красивая, необычная монета Это у нас один цент островов Кайман Давайте теперь посмотрим монету сюрприз Сейчас потяжелее монеточка здесь Видимо, будет что-то интересное Ух ты, друзья, посмотрите, мне попалось 15 копеек Интересненько! Первый раз за столько времени мне попалось именно наши какие-то вот монеточки Так, 1982 года, 15 копеек Гурт рифленый С другой стороны, вот так у нас выглядит СССР у нас написано И видим с вами герб Здорово! Я рада такой монетке И, в принципе, вы знаете, очень даже неплохое качество Все, вот, посмотрите, все видно Нигде потертостей нету Хорошая монеточка, мне нравится Я рада пополнению такому Моей коллекции Ну вот и все, друзья Рассмотрели уже 34 выпуск В следующем выпуске я вам покажу альбом Посмотрим с вами, сколько у нас всего там уже есть Спасибо вам за ваше внимание Удачи вам И до новых встреч Пока-пока!